Здравствуйте, с вами личные финансы, передача о грамотных инвестициях. Здравствуйте, Руслан. Здравствуйте, Артём. Мы совсем недавно беседовали с вами об иностранных ценных бумагах, как их купить, как продать и где это возможно сделать. И обещали нашим телезрителям какой-то образовательный курс, семинар. И вот я знаю, что в ближайшее время он состоится. О нём и хочется сегодня поговорить. Вопросы от наших текущих и потенциальных клиентов по поводу иностранных ценных бумаг поступают довольно-таки давно. Нельзя сказать, что они очень массовые, потому что всё неизведанное, как правило, вызывает опасения. Но вопросы есть. Людям интересно действительно, как же можно поучаствовать в торговле на Нью-Йоркской бирже, например, где находятся в обороте наиболее ликвидные, что грех оттаить, наиболее могущественные даже компании мира. Американский фондовый рынок развит настолько, что стоимость трёх самых дорогих компаний, каждой в отдельности, превышает стоимость всего фондового рынка России. Это компании Apple, ExxonMobil и Microsoft. Список ценных бумаг, в которые можно вкладывать свои деньги, постоянно расширяется. Помимо американских акций, будут доступны и другие бумаги крупнейших экономик мира. Кроме того, совсем недавно появились прогнозы, что самая дорогая компания на сегодняшний день, а именно Apple, в текущем году преодолеет отметку собственной стоимости в 1 триллион долларов. То есть это, по сути, будет событие определённого рода историческое, потому что до сих пор ни одна компания не стоила таких баснословных денег. Так вот, людям действительно это интересно. Кто-то хочет активно торговать, кто-то хочет просто купить и заработать на долгосрочном росте, кто-то рассчитывает получать дивиденды и не зря рассчитывает. Действительно, успешные компании дивиденды выплачивают ежегодно. И мы пошли, как говорится, в ногу со временем. Компания Finam одной из первых заключила, по сути, партнёрское соглашение и стала участником Санкт-Петербургской биржи, её секции, которая внедряет в российский фондовый рынок иностранные ценные бумаги. И мы, а именно уфимский филиал, уфимское представительство компании Finam, первыми среди регионов проводим семинар совместно со специалистами Санкт-Петербургской фондовой биржи. Этот семинар, как и многие другие предыдущие мероприятия, нацелен на то, чтобы познакомиться с непосредственно теми людьми, которые работают на бирже, всё это дело организовывают, для того, чтобы эти люди увидели в глаза, скажем так, своих клиентов текущих и потенциальных, жителей нашего города, ответили на их вопросы, рассказали о текущих возможностях этой биржевой площадки и о планах, которые необходимо будет внедрить в ближайшем будущем. Потому что рынок всё-таки молодой, он запущен недавно, да, он работает, всё замечательно, но я думаю, что наши любимые клиенты, работая на этом рынке, будут задавать свои вопросы и высказывать пожелания. Эти пожелания нужно будет обрабатывать и реализовывать. Ну а насколько высок сегодня интерес клиентов к иностранным бумагам? Как часто о них спрашивают? Регулярно, то есть каждую неделю я лично сталкиваюсь с кем-то, кто задаёт вопросы мне на эту тему. Плюс наши сотрудники всякий раз передают запросы клиентов о том, что вот был вопрос такой, такой или там может быть ещё какой-то, да. То есть люди хотят учиться, люди хотят пробовать свои силы. Раньше это было сложно, поскольку для того, чтобы начать торговать, нужно было иметь счёт в своё время. 30 тысяч долларов, потом стало 3 тысячи долларов. Сейчас буквально 200 долларов, и вы уже можете пробовать свои силы на иностранных ценных бумагах. За 200 долларов, там вряд ли, наверное, в ведущей компании можно купить акции. Ну, безусловно. Значит, одна акция Apple стоит более 600 долларов на сегодняшний день. Вот, поэтому надо понимать, что для формирования хорошего структурированного портфеля сумма должна быть более существенной. Но для того, чтобы увидеть движение рынка, для того, чтобы попробовать какие-то покупки, не обязательно покупать компанию Apple. Есть компании помоложе, есть компании при этом более быстрорастущие, скажем так. Apple интересно, но она уже дорогая. Да, есть прогнозы о дальнейшем росте, но эти показатели в процентном отношении, они, я уверен, намного меньше, чем компании, которые могут показать очень бурный рост, но сейчас находятся в начале своего пути. И таких на американском рынке довольно много. Их главное уметь искать. И вкратце можно узнать программу семинара. Кто на ней будет, что на ней будет? Наш семинар состоится в самом начале лета, 4 июня, в 19 часов, в привычном для многих наших клиентов зале, в конференц-зале «Президент отеля» по адресу город Уфа, улица Авроры, дом 2. Значит, записываться на семинар мы рекомендуем заблаговременно, поскольку, несмотря на то, что вход совершенно свободный, количество мест ограничено. Звонить нужно по телефону компании «Финан» 216-11-22. Можно прийти к нам в офис, проконсультироваться, получить более подробную информацию. В семинаре примут участие специалисты Санкт-Петербургской биржи. Значит, окончательный состав гостей утверждается на данный момент. С нашей стороны, как всегда, будут принимать участие наши сотрудники, преподаватели учебного центра и лично я. На данный момент все мы находимся с нашими клиентами примерно в равных условиях, то есть находимся в начале пути. Данный вопрос для нас такой же новый, мы его изучаем вместе. Я думаю, что чем больше будет интереса со стороны потенциальных инвесторов, тем быстрее мы все подводные камни этого вопроса разберем, избавимся от каких-то неровностей и в дальнейшем будем исключительно зарабатывать и давать возможность зарабатывать нашим клиентам. Компания «Финам» – лидер в области обучения своих клиентов финансовой грамотности. Каждую неделю в учебном центре проходят семинары, посвященные ценным бумагам. Плюс ко всему раз в полгода, а то и чаще, проходят семинары с московской биржей. И вот новые гости. Теперь уже с Санкт-Петербургской биржи. А на семинаре будут открыты какие-то секреты, подсказки? То есть как правильно торговать, как выбирать эти акции и так далее? Да. Значит, организаторы мероприятия, наши партнеры с биржи сообщили, что гостями мероприятия будут люди, которые активно и уже давно торгуют на иностранных ценных бумагах. Соответственно, они обладают определенными секретами. У них созданы собственные торговые системы и очень хорошая информация из первых рук должна поступить. Но открою небольшой секрет. Гостями мероприятия будут активные участники и победители ежегодного конкурса «Лучший частный инвестор». Но опять же, человек, который успешно торгует фьючерсами на российской бирже и уже давно торгует американскими бумагами, действительно является носителем очень большого опыта и владезем хорошей информации. Поэтому, действительно, семинар стоит того, чтобы его посетить. Не каждый раз подобные специалисты посещают наш город. В нашем случае, по сути, это будет впервые. Ну, в любом случае, сколько семинаров я не посетил уже от компании «Финам», там всегда происходит такое свободное общение, зрители задают вопросы, иногда достаточно такие спорные, скажем так, но, тем не менее, всегда диалог происходит. Конечно. Вопросы спорные, острые, они приветствуются. Нам действительно важно понять ожидания наших людей, отвечать на эти ожидания и давать действительно то, что людям требуется, а не просто так собирать народ, чтобы провести время. Тем более, что всем есть чем заняться, скажем так. Поэтому я еще раз приглашаю наших телезрителей на мероприятия. Тех, кто у нас бывал раньше на семинарах и тех, кого мы еще ни разу не видели, очень сильно приглашаю, рекомендую, потому что мероприятие новое, аналогов пока у нас в Уфе не было, я думаю, что в ближайшее время точно не будет, по крайней мере, до осени текущего года вряд ли. Поэтому найти пару-тройку часов времени для того, чтобы получить хорошую информацию о перспективных начинаниях нужно. И для этого надо записаться по телефону 216-11-22. 4 июня в 19.00 в одном из конференциалов президента отеля. Да, совершенно верно. Хорошо. Ну и давайте сейчас спросим у Максима, нашего конституционного управляющего. Как дела с портфелями на 1 миллион рублей и 100 тысяч рублей? Здравствуйте. Продолжаем ввести наши два портфеля на 1 миллион и 100 тысяч рублей. За предыдущую неделю в нашем большом портфеле появилось золото. Сейчас у нас продолжает находиться индекс РТС в покупке, нефть в покупке. И вот теперь и золото находится тоже в покупке. Индекс РТС в моменте растет, нефть тоже дорожает. А золото, в принципе, находится примерно на месте. Ну так, покупки сравнительно недавно произошли. Что касается валюты. Что касается валюты, в нашем большом портфеле она находится короткосрочно все еще пока в шарте. Рубль пока укрепляется. В маленьком портфеле также продолжаем держать шарты по доллару. Наш маленький портфель оценивается в 129 тысяч 510 рублей. Наш большой портфель оценивается в 119 тысяч 728 рублей. На этом все. Спасибо. До свидания.